Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение в студии Ольга Костина. И прямо сейчас о главных новостях за прошедшую неделю. Сегодня в администрации города министр жилищно-коммунального хозяйства Евгений Хромушин принял участие в пресс-конференции, где разъяснялись последствия перехода на региональный норматив по отоплению. В данный момент действует старый норматив, единый для всех домов на территории города. Введение новых норм повлечет дифференциацию тарифов, от которых выиграют только 8% домов Электрогорска. Министерство ЖКХ выступает против отмены существующего норматива, так как это повлечет рост цен за отопление у большинства жителей. Подробнее об этом мы расскажем в нашем большом сюжете в понедельник. Городская управляющая компания проводит мероприятие по ограничению водоотведения у постоянных неплательщиков. Что теперь ждет тех, кто долгое время уклоняется от оплаты услуг, расскажем в нашем сюжете. Управляющая компания «Ленком» наняла подрядчиков-специалистов для проведения операции по ограничению водоотведения у злостных неплательщиков. Проводим меры в отношении собственников и нанимателей, которые не оплачивают нам коммунальные платежи. В их адрес были отправлены уведомления. Сначала это предупреждение о возможном ограничении. То есть человеку, собственнику, было дано срок в течение месяца изыскать возможность оплатить накопившуюся у него задолженность. Если задолженность таки не была погашена, то неплательщику блокируется водоотведение. Ограничение производится без доступа к квартире жильца. Через крышу в фановую трубу ставится заглушка, непосредственно на стояк абонента. В результате чего происходит ограничение водоотведения и неплательщик не сможет пользоваться канализацией. Люди, естественно, получили ограничение водоотведения и, к сожалению, пользоваться канализацией теперь не смогут. До тех пор, пока они не оплатят задолженность. Мера кажется чересчур жесткой, но она законной, тут ничего не поделаешь. В данный момент «Ленком» блокируют водоотведение только у злостных неплательщиков, которые не оплачивают услуги годами. По словам руководителя управляющей компании, пока ограничение водоотведения производится в квартирах только тех жильцов, кто никак не отреагировал на уведомления и не захотел решать проблему с оплатой коммунальных услуг. Проблему можно было решить с нами в двумя случаями. Первый случай – это прийти в расчетный кассовый центр, оплатить задолженность, либо прийти в юридический отдел и составить с нами график погашения задолженности, подписав таким образом соглашение о погашении задолженности. Управляющая компания обещает идти навстречу жителям и рассматривать каждый случай задолженности индивидуально, но рассчитывает и на обратную связь со стороны жильцов. В данный момент проводится акция «В Новый год без долгов». При оплате всей суммы задолженности до 10 января начисленные пени списываются. В 1992 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. Как эту дату отмечали в Электрогорске, расскажем прямо сейчас. Целое шоу для детей с ограниченными возможностями совместно организовали отдел социальной защиты и Дом культуры Электрогорска. Аниматоры в костюмах любимых детских персонажей веселили и развлекали ребят различными забавными играми. Уже позже в стенах того же Дома культуры прошло более официальное мероприятие с поздравлениями и небольшой концертной программой. Гостей развлекали танцевальные коллективы, поэты, певцы и ансамбли народной песни. Люди с ограниченными возможностями – это сильные духом люди. Многие из них своим примером доказывают нам, что любое ограничение условно, что они могут добиваться любых поставленных целей, если общество этому способствует, а среда организована таким образом, что не создает для них дополнительных препятствий. Мы начали с малого. Мы начали оснащать парковки для инвалидов. Далее мы попытались оснастить учреждения доступными средствами реабилитации для инвалидов. То есть в данный момент инвалид может обратиться в любую организацию и получить услуги, как обычный человек. И наша задача, как общество – помочь людям с ограниченными возможностями, расширить эти возможности. Инвалиды, люди с ограниченными возможностями – живой пример для нас. Пример того, как важно не сдаваться, не падать духом и ценить эту жизнь, какой бы она ни была. Глава Электрогорска Игорь Красавин провел 8 декабря личный прием населения в МФЦ. За оказанием услуг в Электрогорске МФЦ с каждым днем обращается все больше горожан. На этот раз можно было задать свой вопрос и обратиться за помощью непосредственно к главе города. Существуют сложные, трудно решаемые вопросы, например, жилищные. Для их решения необходимо время. Но многие вопросы решаются прямо на месте, благодаря участию в приеме специалистов и руководителей, управляющей компанией Ленком, ТСК «Мосэнерго», земельного и строительного отделов администрации и других ответственных служб. Обращение жителей к главе в последнее время в большинстве своем носит личный характер. Например, установка счетчиков в отдельной квартире или оказание материальной помощи. С открытием Дома культуры, Дома молодежи, строительства ФОКа глобальные вопросы городского масштаба исчезли с повестки дня. Очередной объезд сотрудников Госадомтехнадзора и городской администрации состоялся в прошедший вторник. Подробности в нашем сюжете. Сотрудники Госадомтехнадзора и администрации, как всегда, бдительны, и ни одно нарушение по благоустройству в городе не скрылось от их взора. По улице Ухтомска уничтожаются спиленные и упавшие от сильного ветра ветки. Работы, хотя не совсем укладываются в срок, идут полным ходом. Как всегда, ни на миг не прекращается борьба за внешний вид площади Советской. Или вы думаете, сейчас вот плюсовая такая температура, и все, в конец растает эта куча, да? Или когда сейчас вот она чуть подтает, а потом смертится, и вы мне расскажете про то, что ваша техника уже не берет это все. Вдоль дороги по улице Буденова, не выдержав ветровой нагрузки, попадали опоры с рекламными щитами. Благо, никто не пострадал. За исключением небольших нарушений, объезд показал, что территория города в общем и целом благоустроена. Результаты объезда показали, что в принципе территория городского округа Электрогорска содержится в надлежащем состоянии. Погодные условия благоприятствуют, снег растаял, но тем не менее есть места в городе, где снег не вывозится. Тем самым нарушается требование закона Московской области о благоустройстве. Управляющей компанией будет дано предписание на вывоз снега. Дополнение предписания взято на контроль в территориальном отделе Госантехнадзора. В среду, сразу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошли пожарные учения с эвакуацией в школе номер 2. Все подробности в нашем сюжете. Сразу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города, в школе номер 2 прошли, может, и не самые масштабные, но определенно крупные для нашего города пожарные учения с эвакуацией. В учениях принимали участие не только пожарные, но также полиция и скорая помощь. По легенде, у главного входа в школу произошел взрыв в электрощитовой. Помимо обрушения, следствием взрыва явился пожар. Охранник, сотрудник ЧОПа, немедленно вызывает группу быстрого реагирования. Включается сирена, по радиосвязи транслируются сообщения об эвакуации через запасные выходы. Прибывшие на место пожарные входят в задымленное здание, чтобы проверить, есть ли в нем люди. В условленном месте объявляется сбор и проводится сверка фактического наличия эвакуированных людей со списком. 51 ребенок, 22 сотрудника, полностью эвакуированы из здания. В здании никого из персонала и детей не осталось, пострадавших нет. Здание полностью свободно. Цены, документы и вещи вынесены. Спасибо. Где размещаете детей? Сейчас в зимнее время размещаем в пункте дополнительного размещения советской 33-й. Спасибо. Как оказалось, в здании находится пострадавшее. Его эвакуируют, надев на голову специальный кислородный шлем, а после оказывают необходимую медицинскую помощь. По итогам учений действия пожарных и работников школы были признаны удовлетворительными. Выставка «Сказание госпожи Метельцы» проходит в двух павильонах детской школы искусств. В ней принимают участие как работы совсем юных художников, так и мастеров, которые уже имеют опыт участия в серьезных конкурсах. Подробнее в нашем сюжете. Зима в картинах любого русского художника, как начинающего, так и профессионала, занимает особое место. И в очередной раз она вдохновила множество творческих натур написать свои картины и впоследствии организовать целую выставку. Выставка получилась очень содержательная, очень емкая. И так как я работаю уже 11 лет здесь, я хочу сказать, что очень много работ таких оригинальных, которых у нас раньше не было. То есть чувствуется рост. Надо сказать, художественное отделение пользуется популярностью. Сейчас здесь учатся около 100 учеников. По выходным занятия проходят даже в коридоре, так как всех желающих классов вместить не в силе. Поэтому неудивительно, что выставка получилась такая объемная. На ней представлено аж 70 картин и расположилась она в двух павильонах. Вот у нас новогоднее приключение, новогоднее настроение. Откуда ни возьмись, из тундры прибежал олень или из тундры привез он этих эскимосов. Совершенно замечательно решено, тепло и весело. На выставке действительно есть на что посмотреть. Здесь много работ, выполненных в самых различных техниках. Тут представлена графика, карандашные рисунки, картины, нарисованные акварелью, гуашью, маслом. Есть даже калаш. Это калаш. Когда здесь, видите, рисуют гуашью, что-то приклеено. Калаш. Такая работа актуальна. И поэтому она не в этом году сделана. Но ее несколько лет подряд ее вешали. Зима, как известно, сама удивительный художник. И именно ее творчеством вдохновлялась юная ученица школы искусств при создании своей работы. Я рисовала эту картину, потому что я очень люблю сказки. И когда был вопрос, то, что надо нарисовать про сказку, мне сразу вспомнила снежная королева. Я ее рисовала гуашью и решила рисовать, как будто бы она холодная. Она ведь холодная, с ледяным сердцем. Я ее нарисовала из осколков. Любой посетитель, и далекий от живописи, и нет, найдет на этой выставке что-то для себя. Особенно, если вам не хватает снега, которого нет на улице. Если от выставки у вас осталось какое-то впечатление, то вы можете поделиться им в книге отзывов. Стихи писать мне запрещается. Спорт – залог здоровья и хорошего настроения. Все о спорте в Электрогорске расскажем прямо сейчас. 30 ноября в спорткомплексе «Сокол» прошли игры первого круга группы «Б» – первенство городского округа «Электрогорск» по мини-футболу. Встречались команды «Ветеран» и «Эколаб». Уверенную победу со счетом 4-1 одержала команда «Эколаб». Уже в играх первого круга группы «А» среди команд «Энша», «Вымпел-2» и «Эленком» сильнее оказалась команда «Эленком», выигравшая матч со счетом 7-5. АФК «Вымпел» одержал победу над командой «Боевое братство» со счетом 8-4. Также 6 декабря в спорткомплексе «Сокол» прошло соревнование по настольному теннису среди взрослых «Зимний турнир». В турнире принимали участие мужчины, жители городского округа «Электрогорск». Места распределились следующим образом. Первое место занял Василий Кондрашов, второе – Александр Абасов, третье место взял Андрей Рослых. До встречи на ТВЛ и всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова